Так, похоже я пришла туда, куда нужно. Здесь как раз фестивалят, по-моему. Вот запускают воздушных змеев. Сейчас я постою, чтобы оно не дергалось, поснимаю. Вообще не вижу, что там происходит на камере. Краса неимоверная. Надеюсь, оно что-то снимает. Вот, люди запускают воздушных змеев. Не знаю, наверное, это тоже такая традиция. Я уже говорила, что люди вообще совершенно разных национальностей. Очень много мусульман, китайцев. Вот, люди устраивают пикники. Да, это сад сакуры. Очень красиво. Китайцы, мусульмане, белая раса, черные, люди разных национальностей. Вот, все собрались на этой площадке. Сейчас я ближе подойду к деревьям, рассмотрю, какие там стоят палаточки праздничные. Я, честно говоря, никогда здесь не запускала еще. У меня все такие разные взрослые дяди, но, правда, с детьми буквально с половиной девяти лет. Люди умеют развлекаться, отдыхать. Вот, бунтнулся. Не совершенно счастливы, по-моему. Я иногда думаю, что американцы сами не понимают, насколько им повезло родиться в этой стране, знать язык, иметь возможность учиться, работать. Мне кажется, они должны делать все возможное для того, чтобы эта страна процветала, чтобы сделаться успешным, иметь все шансы для этого. Какая-то злая дядя. На телефоне. Боже мой, сколько их здесь. Я иду туда вглубь поляны, а нам все больше и больше людей. Вот, я подхожу к этим деревьям. Вот это вот Сакура. Так, и про собачек. Я наконец-то увидела, как за ними подбирают какашки. Я даже не представляла, как бы я это делала. Но люди абсолютно нормально ходят с курочками, в руках лопаточка. И они собирают все то добро, что оставляет после себя их любимец. Это здесь, в общем-то, нормальное явление. Вот, я наконец-то увидела лавочку, сейчас попробую там посидеть и покурить. И вот, разворачиваю камеру, это общий вид. Ну, а вон это, видимо, там биотуалет и ничто иное. Уже сколько же их понаставили, но очереди нет, во всяком случае. Я снимаю, как запускают змея. Хочу туда подойти очень много телевизионщиков. Я ему ужасно завидую, потому что за работой очень скучаю. Вот девочка пишет стендап. Девочка-оператор. Интересно, куда-нибудь. Вот еще хочу показать. Сидит мужчина на инвалидной коляске. И там еще женщина на инвалидной коляске. Вот так здесь живут люди с ограниченными возможностями. Ничего им не мешает жить нормальной, полноценной жизнью. Я уже прошла огромное количество километров, но усталости вообще не чувствуется. Вот, это палатки для отдыха, чтобы укрыться от дождя. Еще хочу показать. Здесь вот около стелы тоже летают змеи. Различной формы. Люди не устают их запускать. Тысячи туристов. Туристы, местные жители. Хожу здесь совсем одна. Но это даже не чувствуется, потому что люди постоянно подходят, общаются. Сейчас меня попросили сделать фотографии. Ощущение абсолютного счастья. Это из той оперы, когда говорят, что не нужно думать о завтрашнем дне, жить с сегодняшними ощущениями, потому что завтра может не наступить. Еще вчера я этого не понимала. И вообще ехать сюда не хотела, потому что, честно говоря, была лень. Никогда не нужно поддаваться таким желаниям деструктивным. Нужно заставлять себя двигаться, что-то делать и получать позитивные эмоции. Я сейчас иду к этой стреле, к этой цели, как ее называют. Может быть, там заработал лист. Может быть, можно будет подняться наверх. Очень много здесь также собак. Ну, вот здесь их нет, но пока я ходила, увидела множество собак. И вот я говорила, люди отдыхают прямо на траве, устраиваются, сидят. И здесь очень чисто. То есть они не боятся попасть в какашки. Я сейчас с высоты все это отсниму, всю эту красоту. Вот, везде-везде змеи. Фестиваль змей. Фестиваль сакуры. Я еще немножко поснимаю, чтобы показать общее настроение. Вот, видите, как устраиваются, чтобы сфоткаться, задирают ноги вверх. Здесь очень сильный ветер. Я так смотрю на этих американцев, они могут часами играться с этими змеями. Совершенно взрослые люди. Опа, на аварии. Вон какой дядя. Пикни. Пикни. Смешно на это смотреть, непривычно, потому что другая традиция. Жутко интересно, конечно. Это двухэтажный автобус. Это вот такие возят туриста, видимо. И я вообще обалдею от этих автобусов. Хочу покататься как-нибудь. Вот они здесь специально остановились, чтобы люди смогли рассмотреть эту башню и эту красоту. Вот он здесь стоит уже минут десять. Прямо он делает экскурсии вокруг центра города. Вот какой. Сейчас как зацепит меня. Стригай за уши. Ну и вот работа для коммунальных служб. Здесь лежат рулоны травы. Готовятся к летнему туристическому сезону. Всё это будет меняться. Вот трава вместе с землёй. Ну а пока что то, что есть. В принципе, это было неплохо. Я сейчас подхожу к мемориальному центру. Вот здесь такие великолепные фонтаны. Там бассейн. И, наверное, я здесь уже буду заканчивать свою прогулку. И запишу ещё одно небольшое видео. Этот комплекс, это комплекс посвящён ветеранам. Здесь происходят тематические празднования. Каждый вот такой вот комплекс назван по имени штата. Здесь очень чтят людей, которые защищали страну. Конечно, я читала, что у них тоже есть проблемы. В основном психологического характера. Но с ними работают специалисты. И, в общем-то, ветераны Великой Отечественной войны здесь в большом почёте в том числе. Это огромный комплекс. Очень красивой ночью. Я была здесь прошлым летом. Тысячи-тысячи людей. Вот, люди разных совершенно национальностей. Очень интересно наблюдать, кто как одет. И вон летит очень низко патрульный вертолёт. И сейчас я подхожу к этому бассейну, к этому фонтану. Там напротив мемориала Линкольна. Я туда ещё, честно говоря, ни разу не ходила. Вертолёты очень низко летят. Вот. Всё светится ярко. Неимоверная красота. Кто-то на каблуках. Кто-то в паранже закутанный. Очень. И вон идёт индус. В этом своём кокошнике. Вот опять же. Женщина едет на инвалидной коляске. Я, честно говоря, не вижу вообще, что я снимаю. Потому что солнце меня светит полностью. Тут фонтаны. Они поднимаются всё выше и выше. Великолепный день солнечный. Вот такой ещё смешной фонтанчик здесь. Западная Европа, Центральная Европа. И вон дата. 1944-й. Вот. Это памятник ветеранам. Я вообще, когда смотрю на этот мемориал, и когда наблюдаю вот эту вот дату. Вот. 44-й год. Это была война. И это мемориал ветеранам. Великой Отечественной. Вы посмотрите, какой он огромный, богатый, могучий, ухоженный. И я вспоминаю эту дикую ситуацию с нацизмом в Украине. Дикую ситуацию с фашизмом. И я вот думаю, было ли возможным такое развитие событий здесь в Америке? Было ли возможным, чтобы нацисты здесь устанавливали свои правила? Чтобы рисовали на стенах нацистские кресты, пластику. Чтобы ходили с нацистской татуировкой открыто. Чтобы выставляли какие-либо другие свои символы. Становится вообще жутко и страшно того, что происходит на Украине. Я думаю, что Украине еще нужно расти. Еще нужно развиваться, в первую очередь, мозгами. Чтобы подобные явления, фашизм, нацизм, в принципе, искоренять. Я показала, сколько здесь людей разных национальностей. Буквально только что я сделала фото для женщины, черной женщины. Или она индуска была, в общем-то, здесь не имеет значения никакого. Все улыбаются. И очень много пар, мешаных девушка и парень. Девушка может быть хитаянка, парень может быть черный. И то, что сейчас происходит на Украине, конечно, не знаю, это просто в голове не укладывается. У меня сохнут губы, я все время их облизываю. И я иногда думаю, что слава богу, что моя бабушка и дед, который воевал. Моя бабушка, которая буквально в пылу у фашистов спасала двух малолетних детей. Потом после войны родилась третья. Дочь, начался голод. И они что-то пережили. Они жили на Донбассе, прекрасно. Находились бы сейчас в виде тех событий. Мне было бы стыдно, если бы они еще раз это увидели. Я еще раз хочу показать этот мемориал. Это 1944 год, Великая Отечественная. Хочу показать, как все это здорово сделано. То есть это не вьетнамская война, не гражданская война. Это именно Великая Отечественная. И знаете, я ненавижу украинскую власть сегодняшнюю. Мне стыдно, они порой позорят мою страну. Они ее уничтожили. Я говорю это открыто, я не боюсь говорить это больше. Я уехала из этой страны, но у меня сердце разрывается от боли буквально. Пусть это звучит банально, что страна разрушена, страна нищает. Я каждый раз просматриваю новости. Я вчера смотрела, как останавливаются заводы, как люди. Десятки тысяч людей не получают зарплаты. Смотрела программу о заводе, который проработал 130 где-то лет. Вот самолет, какая прелесть. Как здесь все красиво, великолепно. Мир, мир, мирное небо. И вот такое вот творится в моей стране разруха полная, экономическая, моральная, не знаю, профессиональная люди уезжают. Кто куда. Я думаю, что украинская власть должна понести наказание. Я очень на это надеюсь за погибших, за людей, которые потеряли дом, которые вынуждены были уехать, потеряли работу, потеряли свои семьи как результат. И я просто верю, что все бумерангом вернется. Я удивляюсь Порошенко и его жене, у которой четверо, по-моему, детей. Как он не боится. Говорят, что грех ускупается в течение семи поколений. Я не знаю, какие нужны богатства в мире, чтобы совершать такие грехи, какие совершает украинская власть. Я сейчас на фоне этого великолепия хочу сказать, что я перестала бояться. Я это заявляю официально. Со свободным сердцем я перестала бояться этих тварей, которые выгнали меня из страны, которые обещали меня всего. С другой стороны, я очень благодарна этим тварям. Я не могу назвать их людьми, потому что это мелкие, дешевые, тупые, двуногие. Я благодарна, с другой стороны, этим двуногим, что я оказалась в этом царстве. Я стала свободным человеком. Я чувствую, что вы понесете наказание. История вам не простит того, что вы сделали. А я буду дальше захлаждаться жизнью. Я сейчас еще остановилась около мемориала, чтобы поснимать эти батальные сцены. Вот люди останавливаются, внимательно их рассматривают. Вот здесь фотограф Великой Отечественной, здесь раненые. Я... Очень солнце ослепляет. Я просто пройдусь. Вот здесь хоронят. Пройдусь, постараюсь показать крупным планом. Очень качественно все сделано. Очень душевно, я бы сказала. Вот так американцы чтят своих героев. Там американский флаг. Вот здесь, по-моему, десантники. Тащат самолет на себе. Здесь матросы. Вот я упрямый противный козерог. Я все-таки дошла до мемориала Линкольна. Вот он там впереди. Я прошла огромное расстояние. Очень длинный бассейн. Я была в той стороне, еще дальше аж около Белого дома. Можно проследить по карте какой-то большой маршрут. Я сейчас нахожусь в самом центре мемориала. Открывается сумасшедший вид. Моя камера садится, не знаю ли это запишет. Вот. А это сам мемориал. Я сейчас попробую зайти внутрь. Здесь очень много людей. Вот. Это такой зал. В общем-то, это не музей. Это зал. В общем, такая историческая память Америки. Все. Иду выбирать маршрут по карте Google. А еще нужно дойти метро.